Ребята, всем привет! Принесли вот такую вот штукенцию. Это какой-то измеритель давления. Я его уже разобрал. Но это несложно. Тут всего лишь два винта. Нужно открутить. В принципе, это стандартная процедура для того, чтобы менять батарею. Здесь используются две дисковые батареи последовательно. Батареи по 3 вольтам. Проблема. Вот в чем. При включении запускается тест и устройство вроде бы... Ага, вот перезагружается. Я хотел сказать, вроде бы выключается, но не выключается, но перезагружается. Если раз 10-15 нажать кнопку, то, в принципе, можно увидеть что-то рабочее, но он опять перезагружается. Вполне возможно, что в момент включения он начинает немного больше потреблять, напряжение просаживается, и устройство думает, что аккумулятор разряжен. Именно поэтому он выключается. Стоит какое-то время, аккумулятор сам немножко восстанавливает заряд. Устройство измеряет и видит, что напряжение в норме. Опять пытается включиться, и вот получаются вот такие вот качели. Ну, это то, что я думаю, а что там на самом деле, бог его знает, если честно. Понятно, что микроконтроллеру что-то не нравится, он перезагружается. Нужно будет сейчас еще посмотреть, что там за микроконтроллер, если его еще можно найти, если там не будет ничего спиленного. В общем, сейчас устройство циклически перезагружается, и померим напряжение на батарее. Если то, что я думаю, то оно будет постоянно то проваливаться, то подниматься, то проваливаться, то подниматься. Ну, я вижу, что 5,7 вольта. То есть, в принципе, можно сказать, что все, скорее всего, нормально. Так и должно быть. Ну, и напряжение потихонечку растет, 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 растет. То есть, нет каких-то провалов, каких-то даже полусекундных. Так, перезагружается. Нет, уже нет. Уже передумал перезагружаться. Снова попытаюсь его включить. Поэтому, наверное, напряжение растет, что 5,7, 5,7, 0, 5,7, 1, 5,7, 0. Вот тут он, видимо, включается и выключается. Нужно разбирать, смотреть. Опять же, к сожалению, вот подобные штуки, ну, если глазами я что-то увижу, то хорошо. Но так, какой-то алгоритм поиска неисправности, к сожалению, его просто-напросто не существует. Хотя, конечно же, разработчики этого устройства, они, скорее всего, знают, из-за чего подобное может быть. Возможно, ему не нравится питание. Возможно, ему не нравятся показания с какого-то датчика. Возможно, он пытается в момент включения, также, допустим, каким-то ключом коммутирует питание датчика. И когда он коммутирует питание датчика, там все просаживается. Нужно, опять же, посмотреть цепи питания, как они сделаны. Ну, кнопки в отличном состоянии. Здесь все сухо, комфортно. Это должно сниматься, да. Это снимается. А, так тут внутри еще микросхема капля. Похоже, действительно, как я и сказал. То есть он запускается, и он дает какую-то команду на транзистор, чтобы включился датчик. И нужно посмотреть, что в этот момент происходит именно после стабилизатора. Скорее всего, что ток увеличивается. Но мы бы видели какую-то просадку здесь. Данный компонент, который я предположил, что это кренка, это он-симикондуктор. И написано на нем 3А. И вот теперь ищи, что это такое. На вот этих двух резисторах выполнен делитель, который подключается к плюсу и минусу батареи. Скорее всего, средняя точка идет на микроконтроллер. И от нее измеряется напряжение питания. 5,8, а здесь 2,8. Вот здесь и промпамять. Вполне возможно, что ее содержимое нарушилось. И при запуске считываются какие-то параметры. Определяется, что они неверные, и он перезагружает. Слить я это смогу, что сейчас есть в памяти. Но вот найти то, что там реально должно быть, у меня, к сожалению, не получится. Перерисовал небольшую часть схемы. Она интересна тем, что общим здесь является не минус, как обычно принято, а плюс. И относительно плюса здесь стоит кремка на 2,7 вольта. Но вот эта часть идет не сразу к плюсу. Идут через вот эти вот транзисторы. И я так понимаю, что там плюс появится только в определенный момент времени. Измеряется напряжение с помощью вот этих вот резисторов. То есть также стоит делитель. То есть, по идее, измеряется напряжение. Если все окей, то капля дает команду, чтобы открылся транзистор. И чтобы вот сюда вот у нас, получается, попал плюс на эту кремку. Но эта часть вся работает. 2,7 вольта есть после нажатия на кнопки. Именно после нажатия на кнопки. Вот идет ее выход. Но сейчас ничего нет до тех пор, пока я не замкну кнопку включения. Вот сейчас я как бы включил питание. И теперь вот этот вот центральный вывод, который плюсовой, он, по идее, должен замкнуться. И вот здесь 5,6 вольта. То есть через транзистор на нем немного падает. И на выходе у нас получается 2,7. То есть кремка на 2,7, ну 2,86, можно 2,68, то есть 2,7. Я посмотрел память 24LC02. То есть она питается от 2,5 вольт и выше. Так что она от 2,7 должна спокойно работать. Ну и вот смотрим, что у нас творится на вот этом конденсаторе. То есть вот здесь, по идее, должно быть 2,7 вольта. Но этого нету. То есть оно как-то прыгает. То включается. Вот оно прыгнуло. Еще раз прыгнуло. То есть по идее, в момент включения, мне кажется, он пытается считать какие-то данные. Было невозможно, что у него это либо получается, либо не получается. И он отваливается. Ну, давайте еще раз запустим, уже без микросхемы памяти. О, показывает, батарейка разряжена. Но зато он уже адекватно работает. Включается. И выключается. Так, что-то я, если честно, в больших сомнениях. Ну, по крайней мере, теперь без памяти он хотя бы пытается включиться и не перезагружается. То есть вполне возможно, что в памяти забиты не те параметры, которые нужны ему для нормальной работы. И он, не получив эти параметры, просто перезагружается. В памяти есть информация. Я ее слил себе. Но она, к сожалению, не битая. То есть я записал все FF-ки, записал все нули. И они нормально читаются и FF-ки, и нули. Сейчас записал FF-ки. Хочу посмотреть, что будет, как он себя поведет, когда вдруг при включении увидит, что у него FF-ки вместо нужной информации. Скорее всего, так же он будет себя ввести. Неправильно будет перезагружаться. И, скорее всего, причина в том, что в самой памяти какая-то ячейка, она неверная. Так определить невозможно, потому что там все ячейки заняты. Итак, запускаем. Ух ты, даже восьмерки были. Сейчас ради спортивного интереса запишу в память одни нули. Естественно, это, скорее всего, ни на что не повлияет. Но, тем не менее, хотя бы попробовать, чтобы посмотреть, изменится его поведение или нет. Но, так как поведение сейчас с FF-ками изменилось относительно того, что было с теми данными, которые здесь были, вполне возможно, что действительно все в том, что какая-то ячейка памяти, в ней данные искажены. Из-за чего это произошло? Ну, не знаю, отрубили питание не вовремя. Ну, или рядом какой-то мощный электромагнитный источник был помех, потому что, я так понимаю, что это холодильниками занимается. Там, может, где-то мощный двигатель, мощный еще что-то стоял. Здесь оно вообще никак не экранировано. И вполне возможно, что-то прилетело, какой-то бит исказился. А при включении она, скорее всего, проверяет контрольную сумму этой памяти. Ну, или, по крайней мере, знает диапазон значений, который может принимать то или иное значение записанной ячейки. И видит, что ошибка, и опять перезагружается, пытается опять считать. Но, учитывая, что на FF-ке он не перезагружается, но ничего не показывает. Не знаю. Не знаю. Самое простое, это кинуть еще дамп и посмотреть, где этот дамп взять. Было бы просто, если бы можно было бы найти подобное устройство, чтобы можно было с него, ну, работающее, с него считать дамп и посмотреть хотя бы разницу. Но при этом можно и второе устройство ушатать. Ну что ж, поехали. Камера, мотор, запуск. Он уже вообще не включается. Сейчас вернул все, как было. То есть, по идее, она должна запускаться и уходить постоянно в перезагрузку. Ну да, что и требовалось доказать. То есть, вот опять начинается циклическая перезагрузка. На микросхеме на короткое время появляется напряжение нужной полярности, около двух чем-то вольт. То есть, ну, похоже, что все-таки должно быть. И очень похоже, что подал питание на микросхему, считал, что нужно и выключил ее, чтобы она зря не потребляла батарею. Я хотел по дорожкам проследить, куда это идет. Но это идет вот на пад, а дальше уже уходит вот в эту вот каплю. Не знаю, откуда она там выходит, выходит ли, не выходит. Судя по даташиту, на четвертой и шестой на датчике подается питание. Здесь второй получается общий. И с первого и третьего снимается. То есть, вот у нас датчик. Питание у нас подается на ВС-ВС. Ну, наверное, относительно граунда, да? Ну, да, 2.9, 2.9. И вот отсюда выход идет. 1,4,8,3. 1,4,9,1. Ну, наверное, если подуть какой-то, то выход будет немного смещаться. Все очень и очень печально, к сожалению. Единственное, что можно предположить, что действительно какие-то данные неверны. Для этого нужно перепрошить память с дампа, с нужного дампа. И если после этого он не запустится, то означает, что... Что-то тут еще, но мозгов мне не хватает понять. Ладно, собираю это все. Похоже, зря потраченное время. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями. Поставить жирный лайк. Это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok